До минусовых температур тепло надо подавать. Дальше прогревать здание с тем, чтобы начинать работу. Стройплощадка инфекционной больницы. Тепло в корпусах должно было стать еще месяц назад. Однако чиновники не успели решить вопрос до минусовых температур. Спикер Госдумы остался этим недоволен. Вячеслав Володин посетил стройплощадку во время рабочего визита в Саратов. После его замечания проблему решили. Ну разве это дело? Посмотрите, мы средства искали. Это благотворительные, привлеченные. Лучшие организации собрали, чем заканчивают. И вот сейчас стоят и объясняют, что эти холодные помещения будут дышать теплом уже во второй половине дня. Не будут они. Инфекционная больница – один из масштабных проектов области. Строить ее начали при поддержке Вячеслава Володина. Благодаря помощи спикера регион получил 600 миллионов рублей. Еще 200 миллионов помогли собраться депутаты, чиновники и местные бизнесмены. В восьми зданиях расположатся лечебные, реанимационные, операционные и диагностические корпуса. По словам спикера, сбавлять темпы работ нельзя. Тем более, что из федерального центра недавно выделили дополнительные средства на завершение работ. Объект должен быть готов к лету следующего года. Валерий Алексеевич, следующий год, чтобы ни одной организации на торгах не было, которая допускала косяки, срыв графиков. За этим давайте просто проследим вместе. Выводы сделаем. Ну нельзя так. Ну что нас тренируют постоянно? Еще один важный вопрос, по словам спикера, это кадры. В больнице смогут работать больше тысячи человек. Это врачи, средний и младший медперсонал. Однако уже сейчас есть проблема. Не хватает половины от необходимого числа специалистов. По словам Вячеслава Володина, уже с начала следующего года главный врач должен заниматься подбором кадров. Кроме того, нужно создать комфортные условия для будущих работников. Жилье строить для врачей и зарплату повышать. Вот по станции скорой помощи мы решение приняли с Валерий Алексеевичем о повышении зарплаты. Посмотрим за январь месяц, как ситуация поменяется. В Елшанке в следующем году для медицинского персонала инфекционной больницы планируют построить и сдать дом на 200 служебных квартир. Его пообещал построить губернатор. По словам Вячеслава Володина, это значительная поддержка для сотрудников, особенно для начинающих свою карьеру. Такую практику нужно вводить и для других медицинских объектов в области, отметил спикер. Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов, 24.